Сейчас мы посмотрим страшную серию Три Кота! Ну а чтобы Три Кошара не пришли к тебе домой, прямо сейчас поставь лайк и нажми на кнопку подписаться! Итак, видео называется «Не смотри эту серию ночью!» Коржик превратился в чудовище! А если честно, мне уже стрёмно, хи-хи, ну давайте посмотрим! Однажды три кота ложились спать. Их мама зашла к ним в комнату, чтобы пожелать своим котятам спокойных снов. Но как вдруг у Коржика начала сильно болеть голова. Он вскочил с кровати и, держась за голову, кричал. Мама Трёх Котов очень испугалась. Он полюбас, просто не хотел идти в школу и решил притвориться! Это всегда работает! Позвав папу Трёх Котов, она с тревогой говорила ему, чтобы тот взял Коржика на руки и отнёс в машину. И вот папа Трёх Котов отнёс Коржика в машину. И вместе с мамой Трёх Котов они очень быстро поехали в больницу. Настолько быстро, что даже успели набрать целую корзину с едой! Папочка просто молодец! Карамелька и Компот очень испуганно смотрели на происходящее. И не могли понять, что произошло с Коржиком. И вот через некоторое время они успокоились и пошли на кухню, чтобы там подождать своих родителей и Коржика из больницы. Так. Время уже было три ночи. Запомни, никогда не включай три кота в три часа ночи! Это плохая затея! Не вздумай этого делать! Карамелька и Компот очень сильно хотели спать, но не могли уснуть из-за переживания за Коржика. Они пытались позвонить родителям, чтобы узнать, как дела у Коржика. Так. Но ни мама, ни папа не отвечали. Это очень подозрительно! Это было так темно, что видны были только фонари, которые очень тускло светили. И вот время три пятьдесят пять. Карамелька и Компот уже не могут ждать. Они очень сильно хотят спать. И вот неожиданно телефон зазвонил. Компот посмотрел, кто звонит и увидел странный неизвестный номер. Компот решился ответить, в надежде на то, что ему звонят из больницы, в которой находится Коржик. Вот Компот ответил на звонок, но никто не говорил. И вот спустя пару секунд молчания, Компот решил сбросить трубку. И как только он начал подводить палец к кнопке сброса, на той стороне линии раздался резкий крик, который говорил... Стой! Не сбрасывай трубку! Компот очень сильно испугался и кинул телефон на пол. Этот кто-то продолжал кричать в телефоне, но на этот раз речь была неразборчивой. Будто кто-то перематывает запись назад. Компот решил сбросить телефон, думая, что всё закончится. И тот, кто ему позвонил, просто шутит. И вот Компот подходит к телефону. Это вообще не смешно! И в телефоне резко заканчивается. Компот отходит от телефона. И вдруг кто-то в телефоне говорит грубым и низким голосом. Компот, не сбрасывай трубку. Я же приду к вам. Ребята, вот вы бы что сделали? Вы бы сбросили трубку или продолжили разговаривать? Вот я бы сразу понёс телефон родителям. Но так как их там нет, то я бы просто запер все двери на ключ на замок и вызвал полицию. Это самый подходящий вариант. Пожалуйста. И вот окончательно испугавшись, Компот берёт телефон и разбивает его об стенку, думая, что всё это закончится. И вот Карамелька сказала Компоту. Компот, что ты наделал? Этот кто-то теперь придёт за нами. Мне страшно. Компот ответил. Карамелька, не беспокойся. Всё хорошо. Это кто-то шутит. И вот наступила тишина. На улице по-прежнему было темно. В доме трёх котов было очень тихо. Настолько тихо, что Компот слышали то, как бьётся их сердце. Теперь же Компот и Карамелька не могли уснуть от сильного стресса и испуга. Но зато от всех этих происшествий они взбодрились и спать совсем не хотелось. И вот на часах время 6.10. Крапец, а родителей до сих пор нет дома. Вот я реально на месте бы котов позвонил бы в полицию, либо в больницу и уточнил, где их родители. Это же вообще ненормально, оставлять детей без присмотра ночью. Компот по-прежнему не спят. Они сидели в полной тишине. На улице уже посветлело, но был густой туман, через который ничего не было видно. И вдруг на улице раздаётся громкий пронзительный крик. Опять кто-то кричал непонятные слова. Это был голос того, кто несколько часов назад звонил Карамельке и Компоту. И вот услышав этот резкий крик, Карамелька и Компот скачали и прыгнули под стол, надеясь, что всё будет хорошо. И вот... Правильно! Продлился пару секунд, и на улице вновь наступила тишина. Она длилась минут пять. И вот Карамелька и Компот решили подойти к окну и посмотреть на то, что же кричало на улице. И вот выйдя из-под стола и подойдя к окну, Карамелька и Компот увидели на улице Коржика, который был весь в непонятной красной жиже. Руки и ноги у него были длинные, как у Слендермена. Рот был очень сильно растянут. И улыбался. Если бы я увидел вот это чудо за окном, я бы построил целый кирпичный завод. Серьёзно! Вы только посмотрите на него! Он будет реально очень крипово! Это Слендермен плюс Коржик! Глаза были красные. Коржик шёл к дому трёх котов медленно и спокойно. Туман вокруг него рассеивался, будто Коржик сам его убирает. В руках Коржика была какая-то верёвка, которая другим концом пропадала в тумане. Коржик что-то тащил этой верёвкой. Но из-за очень густого тумана не было понятно, что именно. Карамелька и Компот стояли возле окна и не знали, что делать. Бежать было бесполезно. Коржик их точно догонит. Им ничего не оставалось делать, как вызвать спасателей. И наблюдать за Коржиком, чтобы быть готовыми к нападению. Наконец-то! И вот Компот подошёл к проводному телефону и набрал номер спасателей. Ему ответили. Так, ребята, кто знает номер службы спасения? Напишите в комментариях, посмотрим, знаете вы его или нет. Он назвал свой адрес и рассказал, что произошло. Голос на той стороне линии поменялся. И снова грубым и низким голосом кто-то сказал. Компот, зря ты вызываешь спасателей. Они уже не успеют к вам приехать. Я уже совсем близко. Сейчас я приведу родителей. И мы вместе выпьем чаю. Подождите меня, пожалуйста. Может не надо? Он нажал трубку и с опущенными руками пошёл к Карамельке. Его глаза были пустые. Он не знал, как рассказать Карамельке, что это утро продлится до конца их жизни. И вот, подойдя к Карамельке, Компот сказал. Карамелька. Тут такое дело. Карамелька перебила Компота и крикнула. Компот, смотри. Это чудовище тащит за собой нашу машину. Подожди. Что? Кажется, в этой машине наши родители. Что? Они не двигаются. После слов Карамельке, Компот подбежал к окну и стал рассматривать всё, что происходит на улице. Он увидел машину с родителями. Компот смотрел на Коржика. А Коржик смотрел на Коржика. Только не родители! Так улыбался, параллельно с кем-то болтая на непонятном языке. Компот не понимал, что происходит. Что случилось с Коржиком? И почему он превратился в монстра? Карамелька тоже этого не понимала. И вот, когда Коржик был в 50 метрах от дома трёх котов, сзади Коржика появилась пожарная, скорая и полицейская машины. У всех этих машин были включены мигалки. Коржик, услышав сирену мигалок, повернулся туда, где были спасательные машины. И закричал. Компот, зря ты это сделал. Теперь всё будет только хуже. Коржик раскрутил за верёвку машину трёх котов. И со всего размаха ударил ею по пожарной машине. Машина трёх котов знатно помялась. И пассажирам, которые находились в машине трёх котов, было очень плохо. Карамелька и Компот... Ребята, все пишут в комментариях, родители, живите! Я не хочу, чтобы они погибали! Ну блин, они вообще этого не заслужили! Компот смотрели на всё это побоище из окна. Они не знали, что делать. Они замерли и ждали момента, когда всё это закончится. Они очень надеялись, что их спасут. Полицейские вышли из машины с автоматами и начали стрелять по чудовищу в облике Коржика. Один из полицейских, который понимал, что они не справятся с чудищем, достал рацию и вызвал подкрепление. Коржик опять взял машину трёх котов и, раскрутив её за верёвку, ударил ею по полицейской машине. Хватит это делать! Полицейские успели отпрыгнуть от удара. Отбежали подальше, на безопасное расстояние, где их точно не достанет чудовище, и продолжили стрелять из автоматов. Коржик... А что за родителями? ...плицейским, так же медленно и спокойно, как и шёл к дому трёх котов. И заметив то, что Коржик медленно передвигается, Компот понял, как им спастись. Компот взял за руку карамельку и сказал ей, побежали в лес. Так. Он находится за нашим домом. За лесом есть город, в котором можно спрятаться. Карамелька... Мне кажется, лес это плохая идея, и весь Коржик стал чудовищем, и он легко может поймать их в лесу. Они ведь могут там заблудиться, и вообще не выйти из этого леса. Это очень плохая идея. Тут же сказала. Ну что если нас догонит Коржик? Компот отвесил. Он нас не догонит. Сама посмотри, как он медленно ходит. И карамелька сказала. Ладно, пошли. И вот вышли Карамелька и Компот на улицу, и тихо на цыпочках пошли в сторону леса. И каким-то немыслимым образом их услышал Коржик. Он повернул голову на 180 градусов, бросил верёвку с машиной в сторону, и со словами «Куда вы собрались, а как же чай?» начал быстро бежать к Карамельке и Компоту. Карамелька и Компот очень сильно испугались. И побежали в сторону леса, так как до двери дома они бы не успели добежать раньше, чем Коржик. И вот пока они бежали, Компот сказал Карамельке. «Карамелька, давай разделимся и побежим в разные стороны. Пусть один из нас...» «Да, ещё и разделиться. Это типичные персонажи из фильмов ужасов, которые в конце погибнут. Компот – это руина, ребята, в этом мультике». «Останется целым и невредимым». Карамелька кивнула головой и побежала направо, а Компот – влево. И вот заметив, что Карамелька и Компот разбежались в разные стороны, Коржик остановился и сказал «Они разбежались в разные стороны. В таком случае их обоих я не смогу поймать. Ладно, будет время, и они встретятся. И я это почувствую». И после этих слов Коржик скрылся в густом тумане. Компот бежал по лесу. «Всюду была грязь. Было очень скользко. Он бежал и несколько раз чуть не упал. Тут Компот замечает, что вдалеке тускло горит какой-то огонёк. И надеясь, что это чей-то дом, он побежал к огоньку. Компот бежал и радовался. Он думал, что он...» «А служба спасения вообще как-нибудь помогает? Зачем они все приехали? С тремя машинами? Пожарная, скорая, полиция? Если они ничем не могут помочь им? Я не понимаю, смысл их было вызывать? Спасён. От радости он не обращал внимания на скользкую землю. И пару раз падал в грязь всем телом. И вот, когда Компот покрылся толстым слоем грязи, он заметил, что огонёк начинает гаснуть. Компот остановился. И начал всматриваться в то место, где горел тот самый огонёк. Это была какая-то пещера, похожая на берлогу медведя. Компот уже хотел пойти дальше. Но тут, как назло, начался сильный дождь. И Компоту ничего не оставалось делать, как укрыться... Короче, ребята, Компот снова идёт туда, куда не надо. Ну, давайте посмотрим, что с ним будет. ...в этой пещере, пока дождь не стихнет. И вот Компот подбежал к пещере. И заметил, что в глубине пещеры светится тот самый огонёк, который он недавно видел, пока шёл по лесу. Любопытность переборола Компота. Тупость переборола Компота. Чем ближе Компот подходил к огоньку, тем дальше он удалялся. Было ощущение, что пещера была бесконечной. А огонёк — это радуга, которую никогда не догнать, как бы быстро ты не бежал. Что? Компот шёл по тёмной пещере. Оглядывал её. Но было очень темно, из-за чего стены пещеры не были видны. И вдруг Компот почувствовал, что кто-то смотрит на него из-за спины. Компоту становится очень страшно, но он всё же решается посмотреть назад и узнать, чей же тяжёлый взгляд он почувствовал на своей спине. Компот медленно поворачивает голову. Его голова сильно дрожала от страха и нервов. Компот взял глаза. И когда полностью повернулся назад, открыл их и заметил, что сзади никого нет. И тогда Компот решает снова следовать за огоньком. Поворачивается и замечает, что перед ним стоит какой-то странный дедушка. Компот от страха начал кричать и бежать в обратную сторону, к выходу из пещеры. Но странный дедушка постоянно его опережал и появлялся прямо перед Компотом. Компот понял, что бежать толку нет. Также он понял, что лучше познакомиться с этим странным дедушкой и узнать, что это за пещера. Ребят, кто-нибудь знает, что это за персонаж? Я просто в мультике его ни разу не видел. Компот начинает разговор. Здравствуйте. Кто это? Я Компот. Мой брат превратился в монстра, и мне пришлось бежать в лес. И когда начался сильный дождь, я решил, что лучше посидеть в пещере. Незнакомый дедушка молчал. Всего-то. Но на его лице появилась улыбка. И спустя минут пять незнакомый дедушка сказал. Так ты и так ведь грязный. Что тебе терять? Пошел бы дальше под дождь. Может быть, и смыл бы с себя всю грязь. Ха-ха. Что? Компот сказал. Ой, простите. Я не знал, что сюда нельзя заходить. Я пойду. Компот начал уходить. Странный дедушка... Ребят, этот дед очень подозрительный. Он реально что-то скрывает. Куда ты пошел? Я не говорил, что здесь нельзя находиться. Я просто пошутил. Компот установился. Странный дедушка продолжил говорить. Кстати, меня зовут Пирс. Компот сказал. Ух ты, какое необычное имя. Странный дедушка сказал. Да, имя необычное. Но это не важно. Важно то, что я хочу тебя спасти. Компот обрадовался словам Пирса, Но потом вспомнил, что карамелька сейчас находится одна в лесу. И ее тоже нужно спасти. Вот именно! Тогда Компот сказал. Дяденька Пирс, моя сестра находится в лесу. Ее нужно тоже спасти. Помогите, пожалуйста. Пирс ответил. Мой друг, не беспокойся. Карамелька сейчас в полной безопасности. Я уже ее давно спас. Компот удивился и спросил. А откуда вы знаете имя моей сестры? Пирс ответил. О-ху-ху! Вот и дед испалился! Он тоже замешан в этом! Он вместе с коржиком работает! Понимаешь, я знаю все, что должен знать. А вот как я это узнал, волновать тебя не должно. Пойдем лучше, я тебя отведу к карамельке. Пирс включает свет в пещере. И Компот видит на стенах пещеры надписи. Помогите и спасите меня. Написанные чем-то красным. Компоту не очень понравились эти надписи. И он спросил. Пирс, а кто написал эти послания? И для чего они вообще нужны? На что Пирс ответил. Компот, ты знаешь то, что должен знать. И эта информация никак не соответствует тому, чтобы ты о ней узнал. Ну а так могу успокоить. Все, кто написал эти надписи, живы и здоровы. Они путешествуют по миру. Собирают всякие материалы. Может даже изучают что-то. Им сейчас как никогда хорошо. Они свободны. Ну спасибо, дед, успокоил. Ну ничего в этом нет такого, что на стенке кто-то написал. Спасите, помогите. Такое каждый день бывает, да? Ничего такого в этом странного нету. Это очень странно. Компот был очень сильно напуган. Но понимал, что другой дороги у него нет. И вот Пирс подходит к железной двери. Вводит какой-то пин-код. И дверь открывается. Компот и Пирс входят в комнату, в которую вела эта железная дверь. И вот Компот увидел Коржика, который превратился в монстра. Он стоял неподвижно, с закрытыми глазами, но с широкой улыбкой. Пирс сказал. Вот, полюбуйся. Это твой брат. Он не следовал моим инструкциям, и поэтому превратился в монстра. И теперь он работает на меня. Компот потерял дар речи. И не смог даже закричать, потому что не понимал вообще ничего. Все для него было настолько запутанным, что на разгадку всех запутанностей ему бы потребовалось несколько часов. И вот стоит полная тишина. Пирс смотрит на Коржика и улыбается. Коржик также неподвижно стоит, но тоже улыбается. Компот стоит и тоже не двигается, но не улыбается. И вот спустя восьмиминутную паузу из соседней комнаты раздается крик карамельки. Компот понимает, что карамелька в заперти и бежит к двери, откуда доносились крики карамельки. А на этом вторая часть проклятой серии трех котов заканчивается. Короче, ребят, мне кажется, что Коржик работал вместе с этим Пирсом. Потом он что-то сделал не так, и Пирс превратил его в чудовище. И теперь он заманит к себе котов, чтобы сделать очень много монстров и захватить этот мир. Но это моя, ребят, догадка. Свои догадки, ребята, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ну, а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok